Уважаемые слушатели, я, к сожалению, вчера только вечером осознал, что материал, который на сегодняшнюю лекцию, слишком велик. Я сообщил нашим уважаемым организаторам, поэтому, скорее всего, мы на два занятия разобьем тему второго съезда. Ну, причина. Начиная готовить материалы, вы знаете, вот если в старые времена этот съезд также был, понятное дело, одной из центральных тем, но как-то каким-то нюансом не так больше внимания уделялось, на них смотрели как уже факт совершенный и аксиому, то сегодняшний наш мир, он заставляет нас многое что пересмотреть, передумать в эту сторону и обратить заново внимание на ряд деталей. И вообще, как я уже постоянно говорю, в лекциях своих упоминал, да и в принципе в своей деятельности профессиональной, все время стараюсь обращать внимание на детали. Иногда кто-то смотрит, но это вроде бы как интересный эпизод, не более того. На самом деле эта деталь кардинально в определенных обстоятельствах может что-то поменять. Если обстоятельства иные, она никакого значения не имеет. Так и здесь. Вот съезд характерен тем, что, во-первых, он был одним из самых длительных. Вот как по мне, так он действительно был одним из самых длительных и ключевых. Сам факт, что эти вопросы, которые мы им решались, были столь важны для дальнейшего движения социал-демократического в России, заключается в том, что начав свою работу в Брюсселе 17 июля 1903 года, при активных действиях бельгийской полиции по запросу русской охранки вынужден был переехать в Лондон и там продолжить свои заседания. В общем, в сложности количество заседаний было около 40. В Брюсселе прошли первые 13. Значит, закончил съезд свою работу 10 августа. То есть фактически месяц, три недели шла работа. Ну, с учетом переездов, это понятно. Но Брюссель-Лондон не такие большие расстояния даже для того времени. Поэтому, что нам важно отследить? Во-первых, в сегодняшней лекции я хотел бы осветить моменты организационные, то есть орг-моменты съезда и те дебаты, которые уже проходили даже по этим моментам, показать качественную структуру делегатов съезда и остановиться на борьбе вокруг программы. А вот, ну и в вопросах тактики, то есть это непосредственно вопросы, касающиеся того периода, то есть такие, как, например, по отношению к либералам, эсерам и так далее. Это мы чуть позже рассмотрим. Ну, а на следующее занятие ставить, что называется, самое сладкое. Это борьбу вокруг устава партии и, собственно, раскол на большевиков и меньшевиков. И задача, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы мы с вами разобрались вот именно в тех нюансах и деталях, казалось бы, фразы одни и те же. Вот, например, тот же первый пункт устава, вокруг которого будет сломано столько копий. Чтобы мы поняли, насколько, казалось бы, ну, вроде бы слова даже похожи, построение одно и то же. Но как меняется кардинально суть. Поэтому, в том числе, это явилось причиной того, что на следующую субботу я позволил себе отнести, разбить эту лекцию на две части и отнести ее, так сказать, еще на неделю. Так как уверен, что вопросов будет много, а если их не будет, либо все все поймут, либо я плохо рассказал, либо вообще, условно говоря, подвиснет ситуация, да, надо будет взять паузу на подумать. Итак, значит, ну, так самое интересное, что, на мой взгляд, традиция, в том числе и наших отечественных съездов, закладывалась в то время. Съезд открыл Плеханов. Обоснованно это было как ветеран русской социал-демократии, ну, как старейший, ну, здесь и как первый русский марксист. Хочу сразу сказать, что на съезде Плеханов, вот сразу, чтобы даже вопросов больше не возникало, значит, Плеханов занимал ленинскую позицию. То есть, он с Лениным во многом соглашался, был согласен, причем во многом принципиально. Там будут ряд нюансов, где он уже проявит себя как потенциальный меньшевик, но, понимаете, здесь ведь, когда человек, любой человек субъективно делает выбор между понятием революции и эволюции, он должен осознавать полностью, почему он этот выбор делает. Вообще, на мой взгляд, это диалектическая вещь. Нет ни эволюции без революции, ни революции без эволюции. Все время революционировать нельзя, как все время нельзя просто эволюционировать. И мы уже говорили о том, что причина именно революционного перехода к новой власти заключалась в том, я имею в виду социализму, в том, что кардинально меняется форма собственности, фундамент социально-экономических отношений в обществе, и именно поэтому без революции здесь не обойтись. Итак, открывая съезд, Плеханов произнес важную речь, который отметил, что социал-демократия в России вышла на новый этап, и что данный съезд должен решить ряд вопросов, и прежде всего организационных. Значит, сразу же приступили к выборам бюро, или, как мы более привычны для нас, президиума съезда. Значит, и здесь даже вот уже в этом моменте начинаются такие небольшие разногласия. Мартов предлагает президиум из девяти лиц, которые бы вели заседание ежедневно поочередно, то есть тройками. Тройки бы менялись. Ленин внес предложение о выборе трех постоянных членов бюро. Значит, ну, здесь, я думаю, что ход тактически понятен. И разногласия между Мартовым и Лениным, они уже, что называется, за кулисами до съезда себя проявили. И стороны, которые, ну, я думаю, что вы, следя за современной политикой, если вы понимаете, что вы слабы, но образы правления могут быть в ваших руках, вы можете применить методы там условной, ну, слово махинации не хотелось бы произносить, но определенные инструменты, которые скорректируют в вашу пользу код того или иного мероприятия или процесса, да, ну, вот, например, можно убрать колонку против всех, графу против всех в бюллетне, и тогда вроде бы все вынуждены голосовать, да, чего-то такого протеста не будет, и выборы нельзя считать будут несостоявшимися. Ну, вот такие различные приемы. Вот лично, на мой взгляд, Мартов хотел применить именно такой прием, потому что если три постоянных члена президиума, они, в общем-то, так или иначе, ну, их трое, они будут между собой решать, и, скорее всего, двое всегда, не имеет значения, кто, да, двое, а просто проголосовали, обязательно либо это будет единогласно, либо двое будет за, а третий против, и, соответственно, решение будет приниматься. И будет такая стабильность организационная, они будут, если не превратиться в дискуссию по вопросам, да, между вот этими девятью лицами, потому что одна тройка может выступать за одно, пришла следующая тройка, она начинает, как лебедь, рак и щука, тащить в разные места. Поэтому при голосовании принято было предложение Ленина, в бюро избрали, значит, президиум Плеханова, Ленина и Павловича, то есть Красикова, ну, Павлович его псевдоним. Секретарем стал Крахмаль. Значит, для ведения протоколов утвердили список из девяти секретарей, и была избрана комиссия по проверке мандатов. То есть, сам факт вот такого достаточно серьезного организационного подхода говорит о, действительно, не о шутовском каком-то собрании теоретиков, которые пришли, знаете, вот как иногда бывает, на научной дискуссии люди приходят там поспорить, поговорить, собственно, ни к чему не обязаны. Ну, поговорили, обсудили, обменялись мнениями, утвердились в своем или, наоборот, что-то восприняли. Нет, здесь все достаточно было серьезно. Хотя, как мы понимаем, съезд проходил подпольно, помещения арендовались, то есть, это не было все в одном помещении, даже в Лондоне, у разных рабочих организаций помещения арендовались. Поэтому четкая дисциплина и системность в организации, она имела большое значение. Значит, хотелось бы также обратить ваше внимание на то, вот здесь прошу попытаться вспомнить первый съезд, да, сколько там человек было и кого они представляли. Там фактически было представлено всего пять организаций и даже чуть больше десятка, если не память, нет, человек было на этом съезде. Здесь было представлено 26 социал-демократических организаций, то есть, это через пять лет, после разброда и шатания, после отката назад, после вот того, как полиция произвела арест и задержание, значит, большинства участников первого съезда. И то, о чем мы с вами говорили, когда экономисты возвысили свой голос и в рабочем движении даже определенную позицию сильную заняли, да. Значит, проходит пять лет, и мы видим 26 социал-демократических организаций, вот, и это свидетельствовало о том, что само движение выросло и окрепло. А раз оно выросло и окрепло, кстати, это было, на всякий случай напомню, это было сделано благодаря искре, то есть, мы опять приходим к тому, что знание, разбор теории, то есть, такое политэкономическое, политическое образование, которое давала газета, вот, напоминаю, там, рабочий кэрспонент, то есть, вот, все, что мы видим в Купе, и дало тот синергетический эффект, который привел через пять лет к созыву необходимости и возможности созвать это столь представительный форум. И было понятно, что дело за уже организацией, то есть, не просто Кружковщина, то есть, переросли Кружковщину. Зачем, вот, скажем так, вот эта вот искра и знамя, и другие органы, ну, прежде всего, вот эти два, они сумели и теоретически подковать рабочих, и их организовать. То есть, скажем так, правда нашла свою дорогу, я бы так это выразил. Вот. И самое главное, о том, что вот тот ленинский путь, который он отстаивал в плане пропаганды и агитации, сработал. Тактика по распространению марксизма, через печатное слово, и как этот орган становится, имел обратную связь, как я уже упомянул, рабочих корреспондентов, и не просто теоретизировал, а был на практике связан с жизнью, это позволило получить за пять лет, как я уже упоминал, тот самый эффект. Значит, но это не значит, что все было так шоколадно и гладко, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что было несколько течений в социал-демократии, было революционное течение, так называемые их представители твердые искровцы, оппортунистическое, это кружковцы или экономисты, которые приехали на съезд отстаивать свою позицию. Отдельно стояли бунтовцы, как они вошли отдельной организацией в РСДРП, так вот и забегу вперед, выйдут из нее. Соответственно, их можно отнести к федералистам, как их еще называли. Есть антиискровцы и псевдоискровцы, которые получили по названию, как во французском конвенте, название болото. То есть, они действительно представляли таких флюгеров, причины у каждого были свои, кто-то был недостаточно теоретически подкован, он до конца не разбирался в этом. Кто-то, значит, ну, скажем так, действительно не до конца понимал, какую он позицию занимает, скажем, революционную или все-таки больше склоняется к экономической борьбе. И вот это отразилось на их позиции в ходе съезда. Значит, а также эти, ну, чем они проявили себя на съезде и до съезда? Значит, они на словах были, как бы, ну, мы с вами, ребята, а на деле проявляли себя, мягко говоря, вот как это самое болото. То есть, куда ветер подует, туда флажок повернется. Вот. То есть, не было у них четкой позиции. Поэтому, собственно, есть знаменитая русская поговорка, что человека по делам судят, а не по словам. Говорить-то можно что угодно, а главное, что ты делаешь. Значит, и, соответственно, как я уже говорил, главной задачей съезда было создание действительной партии на общепризнанных принципах и организационных началах. Значит, здесь ключевое слово «общепризнанные принципы». То есть, вот, по большому счету, что потом, когда мы будем говорить с вами вот в 30-х, 20-х годах, и я уже сталкиваюсь постоянно, что люди не всегда понимают, ну, вот что тогда? Значит, нет, все-таки коммунисты, большевики, это такая тоталитарная партия, где запрещены, значит, различные мнения и так далее. Нет, это абсолютно не так. Есть принцип, напомню, что есть принцип демократического централизма. То, что он в позднем Советском Союзе, ну, и даже не совсем в позднем, начал исчезать, это не вина принципа. Повторюсь, не вина же автомобиля, что он врезался в столб или устроил ДТП. Здесь проблема водителей, согласитесь. Вот, поэтому здесь принцип выступает, как скорее такой механический элемент. Но соблюдать-то его должны люди. Соответственно, если мы с вами что-то решили обсуждать, долго спорили, ставим на голосование. В конце концов, когда-то надо принять решение. Голосуем, кто остался в меньшинстве, да, их мнение должно быть услышано, может и должно быть услышано, но в генеральной линии они обязаны подчиниться большинству. Не нравится, выходи, организовывая свою партию, ну, если мы же говорим, все-таки от партии. И, пожалуйста, действуй, находи своих сторонников. И мы с вами видим, что, если кто-то серьезно изучал более-менее историю, там, революционных лет, гражданской войны, это когда старшее поколение училось в школе, там нам говорили о том, что, и все считалось, это, знаете, ну, как само собой разумеется, все пройдено, все понятно, ну, что вы, вот мы победили, и так далее, и так далее. Но это даже в позднем Советском Союзе воспринялось, как еще раз говорю, аксиома. А тогда это надо было убеждать, это нужно было обязательно договариваться, это нужно было разъяснять. Вот, собственно, и партия строилась по такому принципу. Но, если вы в нее вступаете, кстати, мы об этом потом будем еще на следующей неделе говорить, вот, организационный, в принципе, тот самый знаменитый первый пункт устава, кто считается членом партии, как он ее поддерживает, и так далее. Вот, опять же, прямым моментом будет именно активная работа, пункт соприкосновения, это работа, а не просто там денежку внес, и все, ты считаешься в партии. Вот, можно и денежку не вносить, работать, что является более значимым, чем финансирование партии. Вот, значит, ну и соответственно, в программу работы съезда вошли много вопросов, но на первом месте был вопрос о положении бунда в партии. Лишь на втором месте стояла программа и устав, дальше районные и национальные организации партии, внутренние, внутрипартийные вопросы, значит, отношение РСДРП к СССР, ну и ко всем остальным там партиям и так далее, ну и организационные вопросы, я здесь их все перечислять не буду, мы их коснемся позже. Понятное дело, что я думаю, что многих интересует, а почему же вопрос бунда встал на первое место, а вот программа устав на второе. И вот здесь стоит обратить как раз внимание на то, что бунда предлагали так называемый федерализм. А это принцип либо прямое четкое централизованное подчинение, либо некая автономия внутри общей организации. Поэтому если не верешить вопрос о бунде, то есть с их федерализмом, то простите, а как выстраивать программу, а как строить партию, проще говоря, все вопросы подвисают. Поэтому не в самом бунде как таковом была суть, как некоторые могут подумать, потому что это еврейская организация. Хочу, кстати, напомнить, слушателям, может кто даже не знает, почему евреевский народ организовал отдельно даже свою организацию. Дело в том, что в Российской империи в отличие от многих народов той же Средней Азии, да не только Средней Азии, евреи были наиболее образованными людьми, но и не менее всех притесняемыми. Цен соседлости, жесткие рамки, запрет на определенные виды трудовой деятельности и так далее, и так далее. И понятное дело, что эти люди в основном и составили костяк революции, революционеров. То, что они оказались в разных политических силах, это тоже говорит о том, что не по национальному признаку надо судить, а по социально-политическим, социально-экономическим интересам социальных групп. И то мы понимаем, что эти группы по-разному могут смотреть, даже находясь, вот человек пролетарий по своему содержанию, но он по-разному смотрит на одни и те же вопросы с другим человеком, таким же пролетарием. То есть все зависит от, тут очень большой клубок, спектр знаний и факторов, складывающихся во зрение. Поэтому, например, вот мы с вами уже говорили, они все считали, что на первом среде, что они должны занимать особое место, потому что самые угнетаемые. Но это является таким националистическим оппортунизмом, потому что на самом-то деле национальность как таковая действительно не имеет никакого значения, имеет значение на твое социальное положение. Ну и еще немного о роли Ленина. Дело в том, что мало того, что он был избран в руководство съезда, он принимал живейшее участие в работе этого самого съезда, написал много резолюций, более ста речей произнес. То есть, если мы говорим, что около 40 заседаний, то есть примерно по два выступления таких полноценных на каждом. Значит, это говорит о его активной позиции, о необходимости отстаивать эту позицию, аргументировать. Я думаю, что все здесь присутствующие понимают, что это такая дискуссия и как она ведется. И если вы отстаиваете свою позицию, то точно одним выступлением не обойдется. Вы должны отвечать на вопросы, вы должны парировать, вы должны аргументировать и так далее. Значит, к тому же он избирался членом мандатной комиссии, программной и уставной. То есть, ключевых комиссий, как вы понимаете. И, соответственно, при подготовке съезда, еще обычно очень часто, когда в свое время читалась история партии, там был момент про искру, о ее роли. Но мы с вами в раз самом, когда говорили об искре, я этот пункт затрагивал, о том, о ее роли и значении как организатора. к моменту организации съезда, кроме того, что, понятное дело, что посредственно информационную она вела работу, но и на своих страницах издавала программные положения, которые Ленин, прежде всего, пытался донести до социал-демократии. И задача Ленина была, как он ее видел, построить партию по этому искровскому образцу. То есть, как я уже сказал, не Шарашкину контору, а партию нового типа. Причем, партия нового типа подразумевалась не в смысле, что прямо совсем новая, некая социал-демократическая партия, а партия революционная. Дело в том, что социал-демократических партий различного толка было очень много. И сам факт, как ее строить, и почему ставить революционную пункт о революции в первую, во главу угла, вот этого там никто не ставил. Поэтому отсюда в Европе развивался и развит до сегодняшнего момента оппортунизм. В большинстве своем, да, и даже те партии, которые называются сейчас не социал-демократические, это там все и так понятно, коммунистические, по своему названию, они являются фактически оппортунистами, никаким коммунизму отношения не имеют. Значит, фактически противостояние на съезде между потенциальными меньшевиками и большевиками возникли с первых же дней, моментов, как я уже говорил. И вот такой инцидент произошел с оргкомитетом. То есть задача оргкомитета входила создать все комиссии и начать работу съезда уже по существу. Дальше он фактически самоликвидировался, то есть самоустранялся, растворялся в работе съезда его членов и так далее. Как я уже сказал, съезд представлял собой собрание всех социал-демократических организаций. И вот на съезде пожелали присутствовать представители группы борьба, которые в основном были, во-первых, как экономисты они известны были, а во-вторых, они никаким образом не были связаны ни тактически, ни по работе ни с одной социал-демократической организации. То есть фактически это сторонние ребята. И изначально оргкомитет отказал им в этом. Но потом под давлением ряда экономистов, например, один из них был представитель так называемого союза южного рабочего, вот этот южный рабочий, которые выступали в основном за экономическую борьбу, мы о нем говорили. Они предложили все-таки дать возможность им присутствовать, на что возникла мощная дискуссия. Дело в том, что еще раз повторюсь, оргкомитет свою задачу выполнил, но хорошо, хотите вы опять поставить этот вопрос, но получается другая сторона, вы сами начинаете себе противоречить, то вы их не пускаете, а теперь вот пустили, ну это как будто знаете, что там пиво что ли попить собрались, да, вот он знаете, он тут чипсики принес, мы их не купили, а вот эти чипсики, давайте пусть он с нами посидит и чипсиками поделится, ну уж извините за такое сравнение, но выглядело это именно так, поэтому когда вопрос был поставлен на голосование, вот кстати опять же о демократическом централизме, 42 голоса было подано против присутствия представителей борьбы на съезде и только в меньшинстве очень много кричат, умят, привлекают к себе внимание, иногда вот понятие толпа, да, вот некая неорганизованная группа, которая заражается там скорее эмоциональным эффектом, начинает шуметь и создается эффект эдакого, эдакой поддержки, да, ну это как, уж извините, отвлекусь в историю, это как шуйского царем выбирали, да, в Москве, нагнали там народ, нашумели и пока там бояре с Лжедмитрием Первым разбирались и радовались победой и там делили явно пирожок, шуйский подсуетился его сторонники и избрали его царем, вот это вот немножко такой эффект напоминает, где-то бессознательный, где-то подчиненный, я понимаю, что там кого нагнали и почему они там условно говоря голосовали, вот, я просто говорю про внешний эффект, то есть когда люди либо зависимы, либо, простите, не осознают и поддаются эмоциям, вот, голосование как принцип демократии, прямой демократии, он показывает все расставлять на свои места, и мы видим с вами, что 42 против 4, вот они, крикуны, остались не у дел. Дальше, следующее, как я уже сказал, первым пунктом был вопрос о Бунде. Представитель Бунда Либер или по-настоящему Гольдман, он предложил, зачем ставить вопрос о Бунде, давайте перейдем сразу к программе. И, как я уже говорил, к программе было переходить невозможно, так как Бунт выступал за федеральный начал, за определенную автономию ряда организаций самой партии, Ленинджи и Искровцы, стояли за централизованное управление. Автономия допускалась в местных организациях по местным вопросам. То есть, проще говоря, зачем центру лезть в региональные разборки, условно говоря, принятие членов в организацию, распределение работы между этими организациями. В каждом регионе все знают, какое количество предприятий, какое количество рабочих, какое у них настроение. Именно поэтому местные организации отчитываются перед центром, предоставляют информацию для координации действий, в том числе, но принимают решения самостоятельно по большинству подобных вопросов. Действия в русле общей программы. То есть, мы же с вами говорили в самом начале, что общепризнанная программа. То есть, если они программу признают, то они в этом ключе и действуют. Не признают, пожалуйста, условно, парит билет на стол и вы свободны. В чем проблема? Соответственно, когда дискуссия на съезде вокруг Бунда произошла, тут же выявились две тенденции очень интересных, о которых я уже упоминал. Это пролетарский интернационализм и мелкобуржазный национализм. Ведь понимаете, в чем проблема вообще и политики, власти, и управления? Как я уже говорил, в деталях. Ну, казалось бы, бундовцы в основном социалистическая партия выступают за освобождение рабочего класса, признают, в общем-то, марксизм. Ну, вот здесь говорят, ну, что такого, ну, выделили они определенный народ, который, как им кажется, больше угнетаем, а в принципе, и больше угнетаем по факту. Но, что эти люди не поняли? что это знаменитые древнеримские правила Дэвида Тимпора «Возделяй властвуй». То есть, власти применяют националистическую дубинку для того, чтобы разбить рабочее движение. И отход от главного принципа марксизма по социальным интересам, то есть, деление общества по социальным интересам, сразу же обнуляет все, за что выступают эти товарищи, ну, в данном случае, бунт, и скатывает их к мелкобуржуазности. Так же, как меньшевики, которые свалятся в экономизм и экономическую борьбу и эволюционный путь развития, доказывая, что капитализм должен пройти свои вехи. Может быть, кто-нибудь Мартов был жив, он бы сейчас сказал, ну, вот видите, я же вам говорил, вот у вас капитализм и реанимировался. То есть, Россия не прошла капитализм полностью, но это немножко другая причина. Здесь каждый из нас по-своему на нее смотрит. У меня, конечно же, есть своя позиция на эту тему, как экономическая, так и скажем так, культурная. И здесь несколько позже, уже когда пойдем дальше, я попробую ее обозначить, если это будет интересно. Я попробую культурную составляющую и образовательную. Значит, итак, дальше. почему вопрос стал так острым? Почему позиция Бунта, кроме самого по себе Бунта, являлась проблемной? Я думаю, что мы все сами знаем, что и сегодня, и тогда Россия, ну, а тогда Российская империя, которая была значительно больше, чем даже Советский Союз, территориально, была много национальной страной. А раз страна много национальная. Если вы будете выделять и определять преференции для одной нации, все остальные тоже этого захотят. Поэтому принцип интернационализма здесь фундаментальный. И, соответственно, еще раз повторюсь, нужно было вырвать вот эту националистическую дубинку из рук врагов социал-демократии в России. Поэтому вот эти несколько моментов они обозначили ту самую принципиальность позиции Искровцев. Ну и здесь также кстати вот по этому вопросу ведь не только Бунт высказал свою позицию. Тот же Мартов и Троцкий также себя проявили. Формально они выступали с позиции Искровцев и осуждали федерализм. Ну Мартов на словах это все одобряя предложил ввести расширенную автономию для Бунта. То есть пусть Бунт будет но у него будут там определенные свои права о которых мы договоримся которых будет не будет у всех. Все под одну гребенка а Бунт он немножко в стороне. Троцкий высказал за признание специальной организации чтобы внутри РСДРП было такое национальный еврейский комитет который будет агитировать только среди еврейских рабочих. То есть как бы люди разговаривают на своем одном языке не только в смысле языка как русский испанский французский имеется ввиду что у них действительно в Российской империи особое положение им лучше донесут до еврейского рабочего идеи социализма. Ну вот те самые детали. Очень часто задаемся вопросом ну а почему было ли рациональное зерно согласно диалектике мы понимаем что не может быть только лишь отрицательного а рациональное зерно оно очень легко оно лежит на поверхности достаточно вспомнить главную проблему нашей страны в течение всего исторического периода это кадры банально каждый социал-демократ каждый марксист был на вес золота в прямом смысле этого слова и мы знаем что в истории нашей страны две войны гражданской великой отечественной очень серьезно вот лично мое мнение серьезно сказались на этом потому что коммунисты идейные люди шли обычно впереди чаще всего подвигаясь репрессиям и гибли посмотрите любой советский фильм вспомните любые воспоминания кого немцы какое они требование предъявляли к советским военнопленным да командиры комиссары энд евреи да ну вот типа вот выходите да кто-то их сдавал чтобы сохранить свою жизнь кто-то сохранял кого-то немцы к сожалению сами определяли прежде всего по внешнему виду да я имею ввиду и форму и внешний вид если брать еврейскую национальность вот поэтому в данном случае это все имеет значение а когда количество перевод оно обязательно перейдет и в качество вот поэтому здесь понять Мартова можно да и Троцкого тоже потому что они понимали что евреи сильно умеют агитировать умные люди могут помочь делу но понимаете в этом-то собственно закрыт все зарыто когда мы вынуждены в определенных обстоятельствах давать поблажки это в дальнейшем приводит нас к минусу просто минус сразу не виден и важно вот грамотно максимально грамотно спланировать стратегию тактику точнее не то чтобы спланировать синхронизировать вот так бы я выразился потому что решая одну задачу и очень часто бывает объективно действительно так надо делать вот мы можем упустить и вторую более важную задачу вот на мой взгляд одна из проблем гибели Советского Союза это те самые пресловутые кадры вот потому что понятное дело что социально-экономическая обстановка еще раз я уверен что мы об этом с вами будем говорить и возможно будет и дискуссия по этой теме но я сейчас говорю о главном кадры кадры они подготавливаются прежде всего и теоретически и практически вы прекрасно понимаете что если человек не готов к серьезной агитационной работе что как он ответит на вопросы как он разъяснит сможет ли он взять паузу а потом быстро найти материал я имею ввиду вот задали вопрос вы сами знаете что я иногда вынужден так сказать либо брать паузу либо уходить от ответа но честно не готов я отвечать к сожалению у меня или к счастью не нейросеть в голове я не могу нажать там на кнопочке вытащить какую-то информацию мне нужно освежить ее в памяти вот это тоже надо уметь сказать признать что да ты сейчас не можешь ответить но чуть позже готов чтобы эти вопросы поступали и человек не отказывался напоминал вот это все вроде бы мелочи но эти мелочи очень сильно влияют на дальнейшую деятельность именно в дальней перспективе ну теперь давайте перейдем к программе значит на сегодняшний день скажем так последнему нашему пункту вот и следующую лекцию начнем с тактических вопросов и сустава значит здесь конечно я разберу программу в общих чертах здесь я думаю что не тема в лекции детально это вот знаете есть действительно скажем партийных агитаторов учат вот там тема детально разбирать программы вот здесь надо цель все-таки стоит иметь получить общее знакомство с программой партии которая обсуждалась что собственно намечалось в то время сделать ну мы с вами знаем да как определить какое перед нами с вами государство или какая политическая партия их программы могут быть испещрены кучей там лозунгов требования деклараций но если среди этих деклараций есть защита частной собственности значит какое бы название партия не имела или хотя бы просто пункт вставлен что допускаются все виды собственности через запятую перечислены там есть слово частное забудьте что это партия коммунистическая или даже социал-демократическая все это однозначно правая партия вот и она будет если она сейчас чуть-чуть выглядит левой и отстаивает какие-то социальные там требования простых людей то когда дойдет дело до принципиального решения она встанет на те позиции которые проявят себя как чисто буржуазная партия соответственно программа она определяет повторюсь политическую классовую сущность организации также политическую стратегию и тактику вот поэтому фактически единогласно вот где наверное был не знаю я не смотрел протокола конечно скажу честно по крайней мере уж точно не при подготовке вот к этой лекции но этот вопрос был наверное единственный который был проголосован единогласно фактически значит по проекту программы принятой за основу эта программа написана Плехановым и Лениным совместно понятно что львину долю здесь работы выполнен Ленин но и Плеханов значительную толику внес значит проект был научно обоснован и содержал с одной стороны обобщение опыта борьбы рабочих как России так и зарубежных стран ну понятное дело партия создаётся в России поэтому нужно было выделить её специфику и обозначить общие с западноевропейскими ну и американскими рабочим классом тенденции значит чтобы вы понимали что программа имела колоссальное значение четвертью заседаний то есть десять заседаний съезда было ей посвящено каждый пункт программы обсуждался отдельно то есть не принималось ничего там что называется скопом и соответственно и бунтовцы и экономисты и ну давайте будем говорить так ещё будущем мартовцы они тоже пытались внести свои поправки и трактовки значит и фактически их трактовки превращали партию из революционной в реформистскую и действительно важность нашего съезда вот этого второго съезда заключалась в том фактически выбор пути по какому пути пойдёт партия станет ли она одной из реформистских организаций либо будет принципиально новой революционной партией нацеленной на принципиальную борьбу вот напомню что основным моментом экономизма являлась упор на стихийность борьбы то есть рабочих надо помогать но они основа их борьбы это их стихийность вот мы вкладываем в их уста значит лозунги требования поднимаем встаем в порваторе этой стихийной борьбы и вот получаем скажем так результаты этой самой борьбы вот искровцы выступали противоположным кардинально противоположным говоря о том что борьбу рабочего класса нужно не идти не плестись в хвосте ее нужно организовывать это было принципиальное отличие вот вот с точки зрения теории например там одним из центральных вопросов был вопрос положения Маркса об относительном и абсолютном обнищении пролетариата вот и сегодня мы видим что как вот нас любят сравнивать вот посмотрите на западе рабочие живут лучше нас вот они там потребовали выплатили пособия и так далее вот чего вы хотите эволюция прогресс значит американские рабочие там на автомобилях ездят у него там компьютера раньше нашего и вообще они все там в домах живут вот как нам поясняют иногда на самом деле забывается что вырывается из контекста в том числе временного во-первых рабочий является как объектом эксплуатации так объектом реализации продукции того же бизнеса да тот же компьютер персонально он того и называется персональный компьютер чтобы продать конкретно кому-то чтобы этот конкретно кто-то его купил ему нужны деньги отсюда и в том числе определенный рост зарплаты и определенный рост благосостояния а фундаментально ну мы с вами видим сегодня информацию в течение года последнего особенно в начале этого года в каких тысячами как уволняют людей в том числе в передовые корпорации мира да то есть в данном случае это дополнительно еще одно доказательство что сто с лишним лет назад люди стоявшие на позициях выступавших на позициях Ленина Маркса выступавших против экономистов они оказались на самом-то деле права а экономисты вырывая из контекста допустим до кризисный момент мы с вами тоже об этом говорили что пока растет производство рабочей и потребности бизнеса в том что необходимо выпускать массовую продукцию и выигрывать конкурентную борьбу да они идут на поводу скажем так требований рабочих как только наступает кризис массового увольнения все моментально ликвидируется и борьба рабочих схлапывается и начинается вот этот бег по кругу от кризиса к кризису так что господа экономисты оказались не правы и в теории и в принципе поэтому возражал им как ни странно даже не столько Ленин сколько именно Плеханов значит он указал как раз на полную противоположность ну того что говорили экономисты вот я думаю что примерно так как я это обрисовал может чуть получше скажу честно речь Плеханова я не сумел в интернете найти может быть я плохо ищу в интернете сразу хочу сказать что если вы сумели бы ее найти было бы прекрасно да но у меня не всегда получается грамотно задавать вопросы Яндексу значит соответственно при голосовании съезд отверг попытку внести вот это положение оба том что теоретически изменить что нету обнищения пролетариата что он наоборот там даже богатеет пусть пока некоторая его часть но потом подтянется и вся остальная вот с техническим прогрессом и так далее вот формировка была отвергнута но если действительно если опять же вернуться еще раз к нашим временам давайте просто сравним доходы пролетариата которые допустим выросли в том числе в материальном выражении доходы бизнеса того времени этого я думаю что нам в разы еще раз в разы будет разница вот поэтому и уж не будем забывать о том что значит передовые страны как любят писать в наших учебниках постиндустриальные вот эти страны базируются постиндустриализм базируется прежде всего на четвертом пункте ленинской работы известной на вывозе капитала потому что не будь вывоза капитала то производство было бы и у них и никакого информационного общества у них бы как такового в условном чистом виде тоже бы не было значит в программе было что закреплено по этому пункту что кризисы и периоды промышленного застоя еще более разоряют мелких производителей и сам пролетариат и дальше ну ведь фактически это так да мелкий собственник он разоряется чаще всего превращается в пролетариат вот и сегодня мы с вами видим наш мелкий бизнес даже если пройти по центру любого нашего города мне вот удавалось в последние годы прокатиться по центру нескольких наших городов там где были открыты еще магазины да и там топовые места там фиг их займешь они пустуют и везде аренда аренда месяцами висит вот и никому она не нужна потому что все либо даже в крупных торговых центрах мы сами видим что там уже месяцами порой какие-то отделы закрыты после ухода да еще до ухода западных компаний с нашего рынка значит следующий момент принципиальный это вопрос о диктатуре пролетариата и сегодня у нас он такой же актуальный потому что обычно обыватель под диктатурой пролетариата вообще под словом диктатура обязательно подразумевает насилие диктатура это вот как я его понимаю насилие имеет место быть но знаете у юристов есть такое понятие легальное насилие то есть это органы госбезопасности полиции да тот же ДПС вот вы почему едете на машине вот он махнул палочкой вы остановились потому что у него есть права самые элементарные проверить ваши документы он имеет на это право и вы обязаны остановиться в правилах дорожного движения об этом написано вот и соответственно вы останавливались предъявляете документы если все нормально вы сели и поехали дальше вот вот это и есть официально легальное насилие которое признается без него будет хаос и анархия соответственно вопрос в том в чьих руках эти правила и вот вся эта ситуация и соответственно выражается это в законах вот законы которые управляют обществом сегодня разве не диктатура буржуазии вот кого-то спрашивают куда идти там может кто-то увольняться не хочет а его увольняют и создаются законы все больше и больше облегчающие бизнесу например уволить человека мы это с вами знаем вот подзабылись эти моменты но больше года назад уже по-моему были и в течение этого года были изданы в госдуму внесены проекты которые облегчают увольнение сотрудников в том числе и что называется без выходных пособий то есть это тоже факт имеет место быть но я не юрист я сейчас не смогу вам я не записывал к сожалению эти проекты не отслеживал судьбу какие были приняты в каком виде и так далее но я думаю что юридически грамотные люди в принципе юристы могут нам в этом помочь вот поэтому вопрос о той же диктатуре пролетариата это действительно центральный вопрос то есть проще говоря законодательство потенциального социалистического государства чьи интересы будет отстаивать вот и в чем же была борьба вокруг этого пункта а дело в том что вот знаете сегодня это сегодня еще раз повторюсь высоты нашего времени вот то как сейчас я произнесу фразу это конечно высоты нашего времени для меня это такой детский элемент вот когда люди ссылаются а вы знаете вот в программах социодемократические партии запад этого пункта нет поэтому и нам не надо знаете это такое копирование то есть человек который это говорит он отрицает в принципе прогресс получается что ну давай то есть вообще ничего пробовать не будем менять я сейчас даже не говорю об теоретической обоснованности я сейчас говорю вообще в принципе предпринять что-то какой-то эксперимент в плане ну создание чего-то нового вот если бы общество человеческое не экспериментировало думаю что мы бы не сидели сейчас с вами перед своими компьютерами и телефонами и не слушали бы эту лекцию потому что ну просто бы никто не до прогресса бы не дошло ну все сидели бы пользовались по старинке камнем палкой-копалкой и так далее зачем прогрессировать вот и так же сойдет вот поэтому когда например господин товарищ акимов предложил на этом основании что этого пункта диктатуре пролетариата нет в программах других партий поэтому пусть и у нас не будет вот кстати примерно тоже значит утверждал троцкий но он как вот здесь троцкий почему его в двенадцатом году я не назвал известным словом очень хитрую позицию ну да диктатура пролетариата конечно да но она сейчас невозможно утверждал троцкий если господин акимов говорил что вообще не надо включать то троцкий мы можем конечно включить но сейчас она невозможно а будет возможно когда социал-демократия сольется с пролетариатом то есть ну я так понимаю что он подразумевал что все рабочие проникнуться идеями социал-демократии значит марксизма и вот тогда с точки зрения научной теории наступит диктатура пролетариата да вот тогда зачем ее в программу то вставлять она же наступит сама по себе значит с учетом что пролетариат в силу объективных обстоятельств станет большинством в стране а социал-демократическая идея в него проникнет вот вам и диктатура пролетариата ну я думаю что мы большинстве в своем как люди взрослые понимаем да что конечно есть понятие эволюции и проникновения но как будто русского получается что все само собой получится ну это это я так понял может быть я ошибаюсь но вот почему-то мне мой жизненный опыт подсказывает что он именно так трактовал эту вещь а опять же как показывает история СССР и брать вот будем честны простого рабочего собственно с теорией это у него было крайне плохо вот что и привело к драматическим событиям девяносто первого года и последующим и в том числе текущей ситуации которая разворачивается в крайне драматическом вот это одно один момент второй момент если бы принять даже формулировку Троцкого то получается что рабочий класс из передового класса который борется за интересы всех угнетенных в том числе крестьянство мелких там чиновников интеллигенции трудовой да мы с вами уже на этот момент много раз обсуждали потому что для меня еще раз повторюсь пролетариатом является как вот по Маркс человек который вынужден продавать свой труд и за счет этого существовать а каким он способом продает вот он на фабрике работает стоит там за лекторской трибуной в университете врач он посмотрите наши поликлиники там врачи принимают но чаще всего стараются подрабатывать где-нибудь в частных еще потому что денег условно говоря не хватает то есть о чем это связь что продавая свой труд государству они вынуждены продавать его еще дополнительно где-то чтобы банально выжить или хоть как-то более-менее сносно жить скажем так вот следующим пунктом это демократические свободы которые вызвали разногласия то есть а вот всеобщее избирательное право это вот буржуазные свободы а как к ним относиться а выборы а как к ним относиться опять же национальный вопрос здесь дискуссии подверглась позиция ну понятное да вот бунтовцы же уже поставили свой федерализм на первое место да впереди телеги соответственно здесь у нас равенство граждан перед законом оно зависит от национальности или зависит от чего вот это да это был вопрос на обсуждение дальше право нации на самоопределение это очень такой тяжелый пункт который мало кто до конца все-таки мне кажется понимает потому что опять же вырывается он из контекста и когда господин Горбачев махал знаменем якобы советской демократии о том что не реализован ленинский пункт право национальное самоопределение в союзном договоре что вот поэтому надо его пересмотреть он как троски лукавил потому что когда марс говорил о таком требовании ну например австро-венгерская империя мы все знаем как николай первый подавил венгерскую революцию да там которая республика венгерской год просуществовала так вот именно в этих условиях маркс и говорил что если один народ в составе одного государства принял решение и сам уже осознал и хочет жить по другим правилам я извините я просто скажу я упрощаю значит он имеет на это право вот вот в чем заключалось право национальное самоопределение а не на разгром развал страны если как бы никто особо-то не хочет всех все устраивает но вот давайте будем делиться по национальным квартирам и все разъезжаться а если что мы потом съедемся а ну сегодня то мы понимаем как был разрушен единый хозяйственный организм как страдают фактически все люди как деградировало сознание большинство людей уже почти два поколения выросло и вот мы пожинаем плоды этих самых уже этого поколения которое выросло и не все далеко понимает я никого не хочу обидеть это просто наблюдение по своей работе что называется у меня тоже есть возможность делать этот так называемый социальный срез тем более по моему предмету преподавания значит также вопрос вызвавший очень много споров это аграрный конечно же вопрос россия страна аграрная и то вызывало спор переходить сразу к социалистическому строительству на селе или преодолевать крепостные пережитки этот вопрос потом будет связан с программой минимум программы максимум которые мы знаем включена то есть в начале программа минимум это борьба за буржуазно-демократические преобразования и с этим будут связаны вопросы тактические которые мы будем на следующей неделе рассматривать там о поддержке либералов там взаимодействиях с другими партиями и так далее вот и программа максимум построения собственно социалистического общества вот здесь тоже развернулась борьба то есть мы с вами видим что как бы вот вроде бы отдельно аграрный вопрос а как он сочетается с глобальным теоретическим вопросом то есть вот я имею ввиду программу минимум программу максимум все цепляется вот даже на один казалось бы важный но все-таки отдельный пункт еще раз повторюсь как аграрный вопрос все завязано вот абсолютно все мы видим эту диалектическую взаимосвязь вот значит дальше в программе было отмечено что пролетарская революция должна заменить частную собственность средства производства общественной ну то о чем мы в самом начале еще лекции я уже упомянул дальше вместо анархии капиталистического производства вводится планомерная или плановая как мы сегодня выразились организация производства для обеспечения благосостояния всех стороннего развития всех вот тут ключевое слово всех членов общества значит в связи с этим уничтожается деление общества на классы и эксплуатация человека человеком прекращается то есть каждый человек будет получать давать общество и получать это общество ну сейчас о принципах коммунистическом социалистическом я позволю себе даже их не озвучивать чтобы мы не затягивали не отклонялись в сторону вот и вот еще один важный вопрос тоже который обычно и в позднем советском союзе на нем хорошо сыграли а роли партии какова же роль партии пролетарской партии вот хорошо свершилась вот эта вот революция ну до революции понятно это необходимо ввести к свержению буржуазного строя значит организовывать а дальше а дальше в принципе партия должна руководить всеми действиями ну как я уже сказал ну в программе конечно 903 года в редакции понятно что речь шла о борьбе то есть что партия должна руководить классовой борьбой людей организовывать их на эту борьбу в предстоящей социальной революции и способствовать объединению всех угнетенных слоев общества в той или иной степени угнетенных вокруг пролетариата кстати тоже был такой пункт почему потому что почему он важный там на связи разумеется борьба зачем есть у нас пролетариат авангард а почему крестьянство должно это крестьяне отдельный вопрос интеллигенции отдельный вопрос то есть те же вот экономисты они пытались это отделить вот то есть вот знакомо наверное да сегодня такой чистый пролетариат и что грязный что ли не помылся он этот пролетариат нет в том-то и дело что казалось бы вот вот этот ложный перфекционизм в поисках чистого пролетариата он приводит как раз к тому что люди которые по своему социальному статусу все являются пролетариатом то есть людьми которые продают свой труд повторюсь за счет него живут они оказываются в ситуации так ага ну вот я интеллигент я не работаю на заводе то есть я не пролетариат ну да я там лиши меня зарплаты и моя жизнь кувырком полетит вот как и большинство вот а получается так что раз не работаешь на фабрике заводе ты не чистый пролетариат иди отсюда мы тебе отдельно вот там вот встань в то окошечко там про тебя будем говорить получается это с одной стороны подмена раз с другой стороны тактическо-стратегический промах два а вот потому что люди тогда отшатнуться от тебя ну раз я не пролетариат вроде как я пролетариат но не пролетариат ну ладно ты мне не принимаешь свою партию я не подхожу по каким-то там вот твоим убеждениям соответственно этот человек не внесет свою долю в борьбу может быть интеллектуальную может быть материальную может быть физическую может и ту и другую третью и соответственно организация теряет в том числе даже в таком прагматическом ключе поэтому а уж я не говорю о теории что действительно по главному марксистскому утверждению все люди которые еще раз потому что извините что 125 раз это говорю вот но все люди которые вынуждены продавать свой труд за счет этого жить является пролетариатом разного общества и у них нету другой цели как уничтожение своих цепей да знаменитая фраза таким образом в результате всех этих дискуссий была сформулирована как я уже утверждал программа минимум это свержение царизма напоминаю что речь идет все таки о российской программе да российской социал-демократической рабочей партии и установление демократической республики после этого начинается уже следующий этап борьба собственно за социалистическую республику за формирование этой социалистической республики и новая социальная революция то есть подготовка пролетарской революции ее проведение и преобразование общества на социалистических началах вот собственно если говорить кратко основные моменты которые были по поводу программы где дискуссии которые шли значит подводя итог можно сказать что мы с вами видим что съезд стал ну я бы так как мне кажется финальным аккордом борьбы революционеров и экономистов давайте назовем их так включая сюда всех кто выступал против революционного преобразования вот кто не понимал необходимости революции и ну условно говоря заблуждался что без революции можно все сделать ну да понятное дело что революция внесет за собой прежде всего жертвы и каждый человек хочет ведь за чем он борется чтобы жить лучше а тут вдруг погибать придется вот поэтому это конечно тяжелый выбор это всегда понятно что человек который приходит в какое-либо политическое движение он можно сказать переходит рубикон вот поэтому в данном случае отсюда еще более важна принципиальность действий потому что как жизнь доказывает частично уступки они всегда быстренько могут быть отобраны лишь только кардинальные изменения да те же буржуазные революции ведь они меняли кардинальные отношения в понятии даже той же частной собственности вот и поэтому эти революции происходили потому что никакой эволюции не произошло в той или иной государстве поэтому приходилось революционным путем меня что говорить о социалистической революции вот ну на этом я бы хотел на сегодня закончить свою лекцию и уже вопросы тактики и собственно разделение на большевиков и меньшевиков судите на следующем занятии наверное оно будет чуть-чуть по времени больше чем сегодняшнее вот может быть мне придется даже что-то откорректировать в своей лекции но еще раз хочу принять во внимание что наши лекции уносят такой общий характер не обзорный но близко к обзорному вот я понимаю что многие могут знать даже детальнее чем я какие-то вопросы это очень хорошо но все-таки многие я думаю здесь присутствует кто-то может даже и первый раз слышит ту информацию которую мы пытаемся донести на наших на наших занятиях все спасибо большое за внимание готов принимать вопросы спасибо вижу у нас запросы на слово пожалуйста одиссей ваш вопрос здравствуйте я хотел бы задать вопрос о способах борьбы с меньшевиками у рот фронт я имею в виду не тех сторонников ну или зрителей слушателей которые приходят в рот фронт на лекции а вот именно ну чуждых людей условно какое-нибудь движение двухглавый орел либо еще ну это вообще монархически но вот есть и меньшевистские да которые вот как бы под красными знаменами но на самом деле про властную политику ведут как рот фронт какова степень конфронтации рот фронта с меньшевиками и вообще как она происходит мне это интересно любопытно всегда на каждой лекции у нас находится человек который задает мне вопросы по партийному строительству и все время забывает что я лектор а не функционер я прошу прощения да да одну буквально минутку я просто единственное что хотел бы товарищам сразу сказать что если вы следите за стримами за различными информационными ресурсами того же рот фронта и близких к нему людей то я думаю что там ответ можно найти все я уступаю место и вам не ну в общем то все правильно вы сказали борьба конечно ведется и она ведется в идеологическом поле то есть мы выпускаем статьи с критикой ролики с критикой этих организаций таким известным более-менее в левых кругах организациям и личностям которые сегодня продвигают социалшевническую позицию относятся и профессор попов вместе с его партией рпр рабочей партии россии и рк рп с которой у нас произошел год назад разрыв тоже демонстрируется социалшевническую линию ну и понятно что такие организации как скажем КПРФ или коммунисты россии это даже вообще не левые на деле организации это просто обычные буржуазные партии встроенные в российскую политическую систему но тем не менее когда скажем КПРФ выпускает какие-то заявления мы тоже их иногда критикуем еще ведется также активная борьба в международной среде прежде всего флагманом борьбы с социалшевинистами выступает коммунистическая партия Греции которая постоянно выпускает материалы с изложением своей позиции и разоблачением политикой позиции социалшевинистов в этом смысле мы идем рука об руку нога в ногу и в определенном смысле складывается международный интернационал прогрессивных передовых коммунистических организаций ответили на вопрос спасибо вопрос от участника ГАПО пожалуйста добрый день товарищи я хотел бы ответить товарищу Одиссей на вопрос по поводу как ведется борьба с Ротфронтом как не с Ротфронтом а как Ротфронт идет борьбу с мелкобуржуазной мысль что мелкобуржуазная мысль она подразумевает соглашательство с тем или иным с тем или иным власть имеющим власть власть имеющих то они как ну оппортунист соглашатель что он соглашается на те или иные уступки в определенных аспектах что коммунист он не соглашается он категорично стоит на своем и твердо упирается на знания на опыт предыдущий исторический который мы получили благодаря большевикам благодаря опыту СССР и вопрос как вести борьбу с этими людьми с ними не надо вести борьбу как таковую с ними нужно вести агитацию в том или ином направлении что меньшевики это же они соглашаются на те или иные уступки на те или иные какие-то те или иные противоречия в сторону как сказать в сторону тех или иных разрешения противоречий в ту или иную сторону, то у коммунистов есть определенное направление, что агитировать мелкобуржуазное мышление стоит именно агитация, работа с мелкобуржуазным мышлением как раз состоит в том, что агитировать их ближе к трудящимся, ближе к коммунистически направленной идеологии, то вот смотрите, есть именно конкретное разделение на трудящихся эксплуатаций, на эксплуатируемых эксплуататоров. В чем это проявляется? Что сегодня жорвики так называемые, что они же как раз используют современные мелкобуржуазные деятели, они используют вот это мышление, как таковое, направляя рабочих на соглашательство с российской стороной, что давайте вот так будет лучше, если мы будем поддерживаться политического мышления, государства, буржуазного мышления, что это не исправит ситуацию как таковую, что это не изменит, это не принесет вам выгоды как таковой, как пролетария, вот у меня с классовой точки зрения, что, как я считаю, что требуется именно конкретизация в этих вопросах, в вопросах разрешения мелкобуржуазного мышления, что люди разные, и как мы будем разрешать, как мы будем в дискуссиях вступать под теми или иными вопросами, так и, точнее, даже нам без разницы, как мы будем, в целом, нам без разницы, как мы будем, на какую... Нет, не так. Спасибо большое за ваше дополнение. Мы с вами согласны. И сейчас, наверное, стоит передать слово участникам для вопросов. Да, спасибо. Спасибо вам. У нас накопилось уже здесь два вопроса с голоса. Давайте попробуем еще раз. Петр... Да, меня слышно? Да, да, слышно. Отлично, да, да, здесь немного включен. Но у меня вот по теме лекции три вопроса, Константину, коротких, если позволите. Первый по поводу революции и эволюции. Что возможно только революция, а эволюции нет. Вот, Константин, можете как-то прокомментировать, что сейчас происходят вот эти вот социалистические движения в Европе, когда компании образуют собственность, ну, то есть, собственность распределяют среди сотрудников, да, то есть, как это называется, я забыл, что-то такое, shares, да, то есть, когда компания принадлежит якобы сотрудникам. Ну, то есть, директора выбираются из сотрудников, все из сотрудников, и там какой-то, как я понимаю, ну, то есть, там нету даже учредителей как такового. То есть, это какой-то путь к, ну, то есть, в левую сторону, да, в сторону коммунизма через социализм, или это все-таки утопия, то есть, это невозможно. Можно вам в комментарии? Спасибо за вопрос. здесь, наверное, видно, что-то у меня сегодня с косноязычием случилось. Нет, я, во-первых, не говорил о том, что эволюции нет, только революции. Я говорил о том, что это две стороны одной миндали. Вот, потому что в определенных условиях необходимо действительно, вот, в чате я там попытался ответить на вопрос, и тоже понял, что, видно, меня не совсем правильно поняли, по причине, наверное, моих не очень точных формулировок. Вот, определенный исторический момент, когда мы можем идти, давайте так говорить, возьмем в кавычки мирным путем, и мы должны идти. Зачем же нам нужно воевать и революционировать? Революция, это, во-первых, не просто вот нам захотелось и вот она, давайте там случится, или кому-то захотелось. Нет, это объективно накопленный момент. Опять же, вот в предыдущем ответе я упоминал буржуазные революции, но давайте посчитаем, сколько стран именно революционным путем перешло от феодализма к капитализму. Их не так много. Вот, а по поводу эволюции, там их было значительно больше. То есть, это доказывает, что при определенных условиях это возможно. Почему невозможно эволюционный переход к социализму? Потому что меняется форма собственности. То, что вы описали как форму, вот если мы посмотрим в экономические словари определения видов монополий, да, вот в начале века обычно упоминаются такие виды монополий, как трес, синдикат, концерн. Сегодня это корпорация. А высшая форма монополий это корпорация. Что она, вот как я ее понимаю, здесь пусть люди более сведущие меня поправят, но насколько я вычитал в научной литературе корпорация является следующим формой монополии. Когда есть очень много фирм различных, порой они имеют скажем так названия разные, а содержание деятельности одно. И там даже учредители наемные люди. То есть их нанимают, им платят зарплату то, чтобы они были учредителями. То есть на кого-то же надо фирму записать, чисто юридическое лицо. А вот сами собственники, они уже сидят условно говоря на самом верху. и если мы начнем копать, то это будут прапраправнучки, а не просто дочерние фирмы. Поэтому вот в таких фирмах можно и работягам дать порулить, потому что этой фирме основное финансирование и собственно контракты поступают от этого руководящего звена. Они фактически являются учредителем конторы без всего. Эта контора существует условно на фондовом рынке. Еще раз говорю, я очень утрированно это сейчас говорю. Соответственно и руководит через кучу прослоек по уже направлениям производственные, финансовые, услуги всей своей огромной корпорацией. А на мелких предприятиях, которые непосредственно мы с вами видим, работаем, там пожалуйста хоть акции отдай. Это не играет для них уже никакой роли. Сегодняшний капитализм перешедший финансовую стадию, финальную стадию своего. Его мало интересует уже производство в чистом виде как таковое. У него все товаром является. И вот почему куча денег выливается на фондовые рынки? Там быстрее деньги зарабатываются. То есть капитализм самая главная прибыль и где их зарабатывать. Производство существует, никто этого не отрицает. Но перевести как вы сказали, этот пример существует, я тоже о нем слышал. но если бы это на что-то влияло, этого бы не было. Это ни на что абсолютно. Я мог убедиться, читая, мы же видим, что крупных преобразований нет. И сегодняшний кризис это показывает, когда вопрос стает ребром, принципиально, доходит до горячего. Спасибо. Ну, то есть, все понял, вопросов нету. Согласен с вами. Второй вопрос по поводу качества агитаторов. Вот вы пару фраз говорили, что каждый может сделать вклад, но здесь возникает вопрос, как же русская поговорка, что лучше суммным потерять, чем другом найти. Потому что ведь проблема в том, что в начале 20 века кто были коммунисты, то есть, это были переделки производства, самые образованные, самые лучшие люди. И когда мы говорим, что неважно кто, хоть косой, хоть хромой, хоть косноязычный, но хоть какой-то вклад сделает, мы не понижаем планку, то есть, мы не обнажаем, грубо говоря, проблемы перед тем, кого он должен, собственно говоря, агитировать. Потому что для любого специалиста, то есть, человек, который ничего не понимает, но просто говорит за красивую жизнь, он звучит неубедительно. А, грубо говоря, агитация воспринимается хорошо только от авторитета. Ну, вопрос, то есть, вот эта вот позиция, что любой может сделать вклад, вообще, насколько вы считаете, что она правильная и рабочая, может быть, какой-то опыт, что это действительно работает? знает, как бы вам ответить на этот вопрос? Вот упомянули передовиков, вот если брать начало 20 века, условные передовики, они становились мастерами, и в основном следили за рабочим, так называемые белые-синие воротнички, которые, значит, пролетариат, который буржуазия формировала под себя, да, такой привилегированный. Под агитатором я имею в виду теоретически подкованного человека. Видите ли, да, мы имеем определенный опыт и практику жизни, зачем мы приходим учиться? У нас из этой практики в жизни появляются запросы, мы на них сами ответить не можем, нам нужно что-то почитать, ну хорошо, дали вам список литературы, вы почитали, вы прочитали, вы половину там не поняли, надо у кого-то спросить, ну и так далее, все, как собственно в любой учебной организации. Преподаватель и ведущий семинарских занятий, они обязаны, их обязаны входит вам помогать разобраться, почему у нас сегодня убивают образование, почему вот эти тесты, они для чего нужны, потому что там не надо ничего объяснять, кроме того, как решать эти тесты, отсюда и дурдом, отсюда и прокол. Вот, если еще раз упомяну, я на прошлой, на прошлой неделе говорил, еще раз напомню, что в Советском Союзе тоже был такой опыт, даже институты научной создавались педологические, то есть педологов воспитывали. Одним из крупных сторонников этого была Крупская, она продвигала за педологию, натопила, что называется, за нее, что вот надо тестировать, отбирать людей, проблема опять же какая, кадров, а как Советский Союз решил, как в свое время Кеннеди сказал, Советский Союз выиграл космическую гонку за школьной партой, то есть медленно, постепенно всех на одинаковом уровне подтягивать, помогать и так далее, то есть у нас, кто учился даже в Поздеся, я скажу, я напомню, как отличников там сажали с двоечниками, подтягивать надо было, там условно хорошистов или ударников в разных регионах по-разному называли, тоже подсаживали и подтягивали, я вот по своим предметам там подтягивал ребят, то есть была взаимопомощь, поэтому если говорить об агитаторах, я говорю об учебе, о теоретической подготовке, то есть вначале нужно, чтобы люди были готовы и не только теоретически, а еще и практически, то есть надо иметь методику агитации, а не просто выйти там, лозунги развесить, помахать флагами, там листовки пораздавать и так далее, если почва не готова, ну попробуйте посадить семена пшеницы в пустыне, что там вырастет, вот то есть агитатор должен уметь грамотно подойти, найти свою аудиторию, подойти к этой аудитории, выслушать ее, то есть сначала надо научиться слушать людей и потом, отвечая на их запрос, аккуратно уже потихоньку выводить их на теоретическую базу. Константин, я немножко уточню, то есть уточню вопрос, то есть является ли необходимым требованием к агитатору быть специалистом в чем-то, а потом уже идеологически подкованным, ну как бы, то есть это понятно, да, ну то есть как базовое требование, он должен быть в чем-то специалист, помимо знаний ну коммунистических. Ну профессионалом что ли, то есть профессии обладать, я как, я так понимаю, или как? Не, ну смотрите, студенты, вот студенты, в какой среде студент будет вести агитацию? В своей. Почему? На чем он будет основываться? Потому что молодежь, у нее перспектива жизни, она не хочет жить в тех условиях, которые живет, но она тоже не понимает, у нее какой минус у молодежи? Какой мы все решаем? Какую профессию выбрать? А я же живу не ближайшие пять лет, я хочу прожить пятьдесят. И вот какую профессию, чтобы она мне все пятьдесят лет служила верой и правдой, я мог прокормить себя и свою семью? То есть в данном случае студент будет уповать, вот например, на этот момент, он будет агитировать через это. Человек, который стоит у станка в прямом смысле, там не знаю, токарный, фрезерный, там с ЧПУ и так далее, он будет исходя из своих условий вести агитацию, там медицинский работник из своих и так далее. Вот, то есть не обязательно быть прямо профессионалом, иметь уже какую-то профессию, надо быть человеком, который понимает свои интересы, повторюсь, вот тот же студент, да, или там даже школьник старшей школы, вот они люди, выбирающие профессию, они же должны понимать, как им учиться, да, и куда идти, то есть это тоже без знания общества, без знания перспектив его развития, ну, как сориентируешься? Ну, студент, это тоже работа, то есть это работа над собой, и вопрос, агитирует студент, который пиво пьет и снился там, да, или травкой торгует, а потом агитирует за советскую власть, да, или это отличник, он, у него по всему пять, он везде успевает, он все знает, и поэтому, ну, и как дополнительно, он рассказывает про, как достичь чего-то, вот я про это говорю. Нет, человек, который продает то, что вы перечислили, он не сможет агитировать за то, о чем мы говорим. А сейчас есть такие, посолить? Ну, это значит, не совсем этот агитатор, это знаете, алкоголик, он тоже напьется и бегает там, орет, что ему не поможет. Нет, я понимаю причину, но просто, понимаете, ведь не все могут опуститься до этого. У кого-то толкают, он как пенсионерку там обнаружили, а ей там платить по кредитам и всему не было. Это отчаяние. А я, мы сейчас с вами скорее говорим о людях сознательных, то есть есть понятие сознания, сознательности. Вот, агитировать без осознавания самим агитатором того, за что он агитирует, это нереально, потому что это уже лозунгерство. Да, понял, спасибо, Константин. И тогда третий короткий вопрос по поводу Троцкого, то, что само собой получится, вот у него тезис был неправильный, а вопрос возникает, а разве у Большихов не само собой получилось, разве люди не были уже готовы к революции, поэтому они пошли, потому что у них не было вопрос про жертву, то есть у них был вопрос или умереть, или умереть, да, то есть или умереть, чтобы стало лучше, или умереть от жизненных обстоятельств, и поэтому они шли на изменения, а сейчас получается такого нет, да, и вопрос, то есть разве у Большихов не само собой получилось, просто благодаря тому, что, грубо говоря, там, Николай Второй создал такие условия, и, видимо, поэтому сейчас не получается провести опять революцию, после контрреволюции, потому что люди не в том состоянии. Ну, знаете, даже в вашем вопросе кроется ответ. Во-первых, ни Николай Второй, ни большевики, ничего, само собой, не получается. Есть понятие объективных законов, и даже наша самая крутая буржуазия, даже самый крутой и богатый монополист, который сидит в тени, чьи фамилии мы даже знать не знаем, вот и никогда, наверное, не узнаем, может, только при определенных обстоятельствах, да, они все равно подвластны общему закону развития общества. Иначе бы не было мировых войн, иначе бы не сталкивались интересы, все это связано с ограниченностью нашей планеты Земля, ее рынков в данном случае. Значит, здесь я отошлю вас к предыдущей лекции по поводу Искры. Искры, вот то, что даже сегодня я начал лекцию, что за пять лет она сумела провести вот эту организационную работу. Вы спросите, а где же здесь объективные обстоятельства? А вот вы сами их и описали. То есть ужасное положение рабочего класса, собственно, который и откликнулся на призыв, который принял за свой. То есть вот эта теория оказалась для человека, который был думающий, который, как вы правильно сказали, был готов умереть и доведен до отчаяния, но только уж вы правы, умирать надо с каком-то смыслом. Очень обидно помирать без смысла, но опять же иногда и смерть, которая кажется, что она бессмысленна, она тоже имеет свой смысл, но только человек этого не видит. И такое бывает в жизни очень часто. Поэтому нет, я здесь с вами не соглашусь, что получилось все само собой разумеюще. То, что фактор совмещения объективного и субъективного, то есть непосредственная работа социал-демократов, которые обучали, прежде всего обучали и воспитывали сознание массы и уводили их от стихийности. Если вы вспомните, мы на первых лекциях тоже об этом говорили, когда речь шла о спорах с экономистами. Ведь экономисты что утверждали? Ну вот рабочий класс же сам поднялся, а вот мы тут чуть-чуть и все будет хорошо, они добьются и мы заставим буржуазин нам поклониться. На что был ответ, что нет, не заставим. В этих обстоятельствах, через год-два обстоятельства поменялись и все вернется на круги своя. То есть кардинально надо менять. Понимаете? То же самое и здесь. Опять же, возвращаемся к буржуазным революциям. Почему они происходили? Да потому что феодалы не хотели отпускать свою собственность на землю. А какому бизнесмену хочется вкладывать в аренду земли, когда дворянин мог в любой момент его выгнать с этой земли, захватить его бизнес, потому что у него видят, что это мануфактура, которая занимает там, не знаю, 100 квадратных метров, а у него там тысячи гектар земли, а вот эти 100 квадратных метров дают прибыли в разы больше, чем его тысячи гектар. Вот он выгонял буржуазии, потребовалось сделать так, чтобы не только дворяне, которые были защищены феодальными законами, их исключительное право на землю, им пришлось поднимать революцию, чтобы вот это все сносить. Но так до этого буржуазия дошла и разработала теорию. Давайте вспомним Лока, Монтескио, во всех французских просветителей. Это разве не теоретическая подготовка целое столетие, которое заняло? Так что нет, здесь без теории никак. И теория возникает, когда возникает потребность общества этого. А не просто захотелось кому-то там рассказать о чем-то. Никак нет. Только все под давлением обстоятельств и грамотной агитацией. Теоретической подготовки. Спасибо, понял. Спасибо, Петр, за интересные и многочисленные вопросы. Следующий у нас оратор, участник Лузер. Лузер, пожалуйста, вам слово. Я хотел узнать на втором сфере, что они говорили по диктатуре пролетариата. Как вообще планировалось ее реализовать и как планировалось ее осуществлять? Кто должен был ее осуществлять? Собственно, я тоже пытался ответить на этот вопрос еще в лекции. Дело в том, что диктатура осуществляется законом. То есть диктатура буржуазии определяется с законами буржуазного общества. Соответственно, если уж так условно говорить диктатура феодалов, вот сейчас при ответе я в конце упоминал этот момент. Так и диктатура пролетариата. Давайте вспомним первую советскую конституцию. где были избирательные права, часть граждан лишены, часть урезаны и градация сколько депутатов от какого количества рабочих крестьян. Вот это есть та самая диктатура, вот это ее проявление. А не то, что обычно многие представляют, там с винтовкой человек ходит и что-то там делает. Знаете, очень часто ложное представление, что коллективизацию проводили там насильно. Но давайте вспомним, что на конец НЭПа 73% населения страны это были крестьяне. Соответственно, в армии, войсках НКВД и так далее тоже были крестьянские дети. Вот вы можете себе представить, что эти крестьянские дети приходят и кого-то начинают там тыкать штыками. Это во-первых. Во-вторых, их просто количественно бы не хватило на все деревни. Поэтому та же коллективизация шла через агитацию. То есть слово диктатура в прямом смысле насилие она в принципе неуместна. Насилие это отдельная форма и применяется в чрезвычайных обстоятельствах либо в интересах кого бы то ни было. Ну каких-то групп там или заговорщиков и так далее. Но сейчас давайте не будем просто лезть в дебри иначе мы зароемся. То есть в данном случае если отвечать коротко диктатура пролетариата реализуется законодательно через съезды как это было потом в Советском Союзе и в Советской России которые проголосовывали выбирали депутатов соответственно им давались действительно наказы давайте скажем так за что голосовать какие интересы отстаивать они выступали с речами и потом принимались общим голосованием как я вот сегодня например приводил примеры разного рода голосований по программам так вот таким способом решений принимались вот так она и реализуется я по-другому в принципе не вижу возможности реализовать даже физически вот даже если вспомнить опять же Наполеона того же Бонапарта да все его законы или римские законы любые это все законы которые проводят ту или иную диктатуру то есть слово диктатура от слова диктат диктант что надиктовал то и будет делать ну если уж совсем просто спасибо спасибо да у нас пока больше нет запросов на вопрос с голоса и переходим к вопросам из чата вопрос такой первый у нас вопрос что такое печатный орган почему так называется орган и что это означает значит под названием вот мы на следующей лекции будем с вами проходить организационные моменты там ЦК и ЦО вот ЦО это аббревиатура центральный орган проще если говорить вообще просто это редакция печатного органа партии вот почему решили назвать орган не знаю если это какая-то такая не очень смешная в нашем смысле шутка ну орган от слова организовать организация я так это понимаю вот отсюда организация печатного дела агитационного отсюда и центральный орган чтобы центральный комитет не путался можно было назвать организацией но это уже скорее на 120 с лишним лет назад точнее не с лишним а просто 120 лет назад надо бы отправить запрос почему они такое слово выбрали вот а так ну есть же такое знаете испечатанный орган там газеты известия то есть слово организация я так предполагаю по-другому не могу ответить следующий вопрос из чата по сути планировали делать две революции буржуазную и социалистическую почему именно так ну в данном в данном случае это как раз к вопросу наверное об эволюциях точнее не эволюциях а об очередностях дело в том что понятие крестьянский социализм мы этой темой с вами фактически не касались только ее концовку когда говорили о народниках и СССР еще поговорим а так это еще в Николая первого времена вот эти вот Бакунин Нечаев и все прочие они выражали интересы говорили что вот у нас крестьянин бунтарь по натуре вот крестьянская революция и так далее нет дело в том что при всех особенностях России где очень мало количества на пролетариат был и что за количество собственно исходя из законов той же диалектики количество должно перейти в качество но в данном случае другое количество перешло в качество количество эксплуатации перешло в качество социалистической революции и самое главное что в течение даже того же 1917 года рабочие которые изначально фактически сделали февральскую революцию совершили точнее так задумался как переворот государственный а произошла революция то в течение 8 месяцев их сознание они поняли что вот эти искусственные затягивания таких вопросов как о мире и о земле временным правительством они быстренько просто уже соображали что они не собираются решать их в интересах людей они будут решать их в своих интересах отсюда и востребованности рост популярности большевиков которые на апрель месяц по разным подсчетам от 5 до 8 процентов имели популярность там очень сложно посчитать через выборные системы того времени но когда были выборы в учредительное собрание популярность чисто большевиков была 25 процентов если судить по мандатам которые они получили на это самое учредительное собрание то есть за такой короткий срок роста популярности это целая комбинация всего но если уж так говорить то те темы которые они актуализировали в семнадцатом году находили отклик среди людей вот я бы так ответил что без то есть проще говоря нельзя закончить школу в одиннадцатом классе если вы не поступили в первый и не отучились все эти 11 лет вы просто не сдадите экзамен в какой бы форме ни ни были в данном случае буржуазная революция она действительно открывает людям возможности то есть ведь как человек простой рассуждает вот ему кричат лозунги вот демократические да вот эти выборы тогда многопартийность на что на что попалось советское население в конце 80-х годов именно потому что оно не понимало сути происходящих процессов соответственно в семнадцатом году народ тоже в это поверил но потом на практике оказалось что его интересы здесь совсем не отражены и собственно именно поэтому случилось в одном году у нас две революции попытки преобразования берем ту же францию там весь девятнадцатый век революции были парижская коммуна венчала но ошибки ее в тактике привели к поражению этой революции ошибки были учтены и октябрь 17-го учел ошибки как парижской коммуна так и собственно революцию 1905 года поэтому она и победила то есть здесь смесь тактики и стратегии я бы так выразился вот ну а буржуазные преобразования они формируют объективные основы социалистической революции спасибо следующий вопрос тоже из чата то есть неформальный раскол СДРП произошел в ходе разработки единой программы и был уже формально закреплен в 1903 году да? знаете вот я здесь отвечу как историк я этим вопросом тоже интересовался например считается ну по крайней мере в основном в научной среде считается что Владимир Ильич признал раскол партии только в 1912 году вот а до этого пытался ставить партию единой но фактически я сейчас не процитирую из его работ выдержки фактически то я думаю что как человек трезвого ума он понимал что раскол произошел и по большому счету это было закреплено и в программных документах и в период голосования да вот даже если вы посмотрите как вел себя Мартов на самом съезде уже хотя напомню что они были друзьями изначально вот по-товарищески и более того когда Плеханов умер хотя он был идейным уже противником Ленина они и Плеханов он Савенкову не согласился выступать не дал согласия чтобы поддержать Савенкова в борьбе с Лениным но и Ленин после смерти Плеханова очень высоко его оценил как теоретик и родоначальник марксистского движения в России поэтому в данном случае я бы наверное вот так ответил просто знаете надо смотреть на жизнь вот как мы людей судим по делам вот зафиксировано это или не зафиксировано ведь вот если возвращаться к законам что такое закон он фактически фиксирует сложившуюся ситуацию либо ну условно говоря есть предпосылки к развитию ситуации в определенном направлении и он создает для нее условия да вот этот закон но условия могут развиться а могут не развиться ну как знаменитый указ Александра I о вольных хлебопашцах то есть Александр понимал что надо необходимо развивать буржуазные отношения но дворяне категорически против вот издал такой вот половинчатый указ в результате там шевельнулось на 0,5 процента и все то есть закон не обязательно полностью фиксирует но вот если брать законы которые декреты принятые после Октябрьской революции они зафиксировали положение то есть вот тут двоякая сущность понятия закона вот я бы наверное вот так ответил извините если чуть-чуть в сторону ушел от вопроса товарищи есть ли еще вопросы может быть с голоса или в чате я пока запросов не вижу а вот есть вопрос из чата диктатуре пролетариата то есть на основании всеобщего избирательного права избирали депутатов которые через законы осуществляли диктатуру пролетариата фактически да я бы так и ответил на этот вопрос потому что ну мы же делегируем нашим людям ведь понимаете в чем дело вот здесь как раз это очень дискуссионный вопрос даже сегодняшней историографии я сейчас скажу так это касательно сталинской конституции у меня у самого по этому поводу неоднозначное мнение и до конца я его думаю что я еще не сформировал потому что ну мне бы как историку посмотреть документы что называется причем документы не юридического содержания что там в конституции 36-го года они то есть а вот поизучать бы объективную ситуацию к сожалению в голову советского руководства 30-х годов начало не залезешь хотя есть информация которая сейчас дополнительно появляется но все же она не полная если говорить о формировании в самом начале советской власти опираться на это то да там действительно от населенных пунктов от трудовых коллективов выдвигались люди которыми сами вот ну давайте скажем так бочи крестьяне они их знали лично знали их позицию понимали как что эти люди там будут ну не будем идеализировать да то есть мы помним что там понятие грамотный человек был относительным вот что они будут оставивать их интерес их позицию и когда тот человек приезжал вливался в работу съезда оформлялся то есть кто-то менял свою позицию тоже переходил в стан там кто-то где-то был условно говоря давайте так условно скажем меньшевиком эсэром и так далее очень часто они попадали на съезды да но давайте доживем до 17 года и будем там об этом еще говорить то есть через это и происходит реализация а как же не через закон только так еще раз повторюсь насилие это крайняя форма и мы знаем что диктатуру насилия человек ну даже давайте так по своей природе он устает от насилия даже психологически устает и выхода тут два либо суицид либо противодействие то есть явно не толстовщина я бы так ответил еще вопрос тоже из чата а потом Одиссей повторно задаст с голоса вопрос можете ли раскрыть тему отмены правонаследования в частности считаете ли вы нужным после взятия власти народом отменить правонаследование как мне кажется правонаследование наиболее сильно развивает в человеке мещанство вопрос на мой взгляд до сих пор и в своей истории Советского Союза не раскрыт но в чате были вопросы про я вот пытался письменно ответить про личную частную собственность да в том-то и дело что личная собственность и частная давайте я напомню вкратце чем отличается лично это то чем мы пользуемся например автомобиль вот мы с вами ездим в магазины на дачу на отдых и так далее это мы лично для себя пользуемся решили мы подзаработать вышли стали таксовать или взяли деньги за перевозку каких-то вещей допустим наш автомобиль это позволяет в этот момент автомобиль превращается из личной в частную собственность то есть это вот такая как по Марксу двойная сущность одной и той же вещи и соответственно мы на нем заработали деньги мы извлекли выгоду поэтому как бы вообще получается понимаете как вот что такое передача по наследству ну хорошо вот у меня есть библиотека мне ее отдали ну то есть родители собирали собирали книги я что должен их отнести в общую библиотеку ну так если я с ними работаю ну то есть ну какой-то нонсенс получается если говорить о мещанстве мещанство это немножко другое мещанство это психология когда человек живет вот ради ну это вещизм как еще его называют то есть вот модные шмотки надо быть все время в тренде значит вот менять там и вот тогда твой круг тебя ценит то есть он не ценит тебя как личность как за человека за твой интеллект оценит за то внешнее что у тебя есть вот ты модный ты на стиле и так далее не знаю там вот среди болельщиков вот он знает всех там игроков по именам что там у него происходит вот он в тренде вот это вот мещанство вот в таком уж узком ключе я бы вот так ответил вопрос спасибо и вопрос от Одиссея Одиссей пожалуйста задать вопрос относительно того сколько требовался человек для того чтобы отправить делегата на съезд вот ну то есть вот какой должен быть коллектив по численности чтобы он имел право возможность отправить депутата на съезд вот потому что ну вот если представить какую-нибудь отдаленную деревушку у которых всего лишь 10 домов я сильно сомневаюсь что с этой деревни кто-то поедет у нас есть скорее быть может это из большого села где-нибудь на 3000 человек там может поехать человек то есть вот законодательно там была прописана численность коллектива который уже имеет право отправлять делегата или нет спасибо да в советских законах было первых прописано вот как раз по первой конституции от 25 тысяч рабочих и от 125 тысяч крестьян вот это была цифра зафиксирована это кстати к разговору о диктатуре пролетариата о законодательном и фиксировании и сделано это было специально потому что как я уже говорил численный перевес крестьян которые в основном по сути своему и мозговому содержанию были мелкобуржуазны и знаете они мне правда как дети напоминают если изучить чисто психологию НЭПа в 21-м году они выступают в кронштадтских мятежах в Антоновщине против советской власти советы без коммунистов и т.д.п. главная причина а блин нам не дают работать на своей земле в 25-м году они начинают ну не с оружием в руках но активно писать письма в советские органы вы задолбали кулаки нас задавили где же тут советская власть мы за что воевали и так далее понимаете вот у них противоречия причин я очень грубо боюсь выразиться давайте так мягко отсутствие сознания безграмотность поэтому в данном случае вот как не регулировать такие знаете люди хоть и взрослые дров-то наломают так что потом подойдут к тебе и скажут ну а чё ж если ты такой умный ничего не подсказал понимаете это вы знаете у меня это в жизни очень часто происходит и со взрослыми и с детьми просто постоянно вот поэтому те люди вот здесь надо в этом и мудрость руководства что оно должно это понимать и не понимать на уровне чувства а на уровне аналитики вот именно для этого и нужно развивать теорию нужно развивать знания и школу вот я бы так ответил на этот вопрос спасибо и следующий вопрос задает снова Петр спасибо вот вопрос который у меня и был изначально но он как-то так ушел а сейчас вот опять вернулся к вопросу о диктатуре пролетариата Константин можете как-то или Иван может быть можете как-то прокомментировать следующее противоречие с одной стороны мы говорим ну вот вы говорите в частности сейчас что значит капиталист предприниматель эксплуатирует это все плохо да то есть мы от этого уходим но при этом вы говорите что и так оно и является что социализм или коммунизм предполагает диктатуру пролетариата то есть будет тот же самый управленец трестов который будет тоже угнетать там ленивого глупого который не хочет работать на благо общества он будет тоже как бы подавлять какую-то часть людей да то есть это объективность это реальность и вопрос такой что сейчас как-то получается что все клемят типа предпринимателей то есть людей которые социально активны и чего-то предпринимают не с мыслью подавления угнетения да а просто даже элементарно с точки зрения собственного выживания там и так далее да и это все зло хотя ну грубо говоря предположим что завтра наступил коммунизм да и у нас есть те же самые тресты как там они еще называются формы экономического управления ну неважно не суть в общем у нас есть социалистические предприятия которыми тоже нужно управлять а сейчас если вот как-то пообщаться поговорить то есть все как бы в некой инфантильной позиции ждут что просто что-то сменится да но никто не готов взять ту же самую работу над собой но вот какое-то здесь вот есть противоречие можете как-то прокомментировать то есть по сути получается предпринимательство это не зло это то что тоже будет и в будущем я правильно понимаю я начну с вашего позволения значит здесь смотрите какая ситуация предприниматель от директора отличается тем что директора можно сместить потому что он избираемая назначаемая должность и у бизнесмена тоже директора есть наемные я же говорил что даже учредители нанимают это раз причем знают они понаслышке вот второе предприниматель это частный собственник и единственная цель это извлечение прибыли способ каким он это делает это уже даже в какой-то степени дело десятое вот почему советская власть развивала всегда науку и стремилась приучить людей в том числе учила их управлению дошло бы этого директора которого как вы выразились нерадивый можно было путем голосования сменить и дать шанс другим людям управлять кстати определенные моменты в советской экономике такое было просто в позднем советском связи на что обычно обыватели опираются там уже было все повязано начиная с хрущевских времен то есть что не удалось победить ни в сталинский период ни вообще за всю советскую историю это вот круговую поруку руководства которые вцепились в должности потому что были безграмотными на начальном этапе советской власти а потом просто ну те же советские партноменклатуры ведь если вспомнить как сталин пытался у них то отдать им власть хозяйственную то отобрать причина нехватка кадров эти люди действительно были грамотными и в хозяйственных вопросах и в партийных но они уже поворачивали в своих интересах это дело что и привело потом после косыгинских реформ фактически формирование экономической базы будущего капитализма в нашей стране так что здесь дело не в конкретной должности а дело в самой структуре организации но ведь вы же дурака то не поставите на директорское место то есть должны быть адекватные кадры которые воспитываются и теоретически и практически значит ну давайте посмотрите в судьбу последнего премьера советского союза Николая Ивановича Рышкова не будем сейчас оценивать его там деятельность последние годы и так далее сейчас не об этом речь но его карьера четкий показатель как простой рабочий человек что называется от САХИ прошел до руководящих то есть что это доказывает что любой из нас при определенных усилиях и желания и умений может достичь высот то есть надо стараться работать поэтому и ну а самое главное чтобы была вот возможность отзыва как депутатов так и директоров их замены вот и все и тогда когда засиживаются люди тогда они начинают обрастать связями и возникает почва для коррупции потому что они начинают ману с маном лават вот Константин а можно уточню немножко этот вопрос смотрите то есть здесь вопрос терминологии да то есть когда вы говорите предприниматель вы определяете точно что это человек который извлекает прибыль но когда вы говорили про пролетариат вы предполагали промежуточное что есть пролетариат на заводе есть пролетариат управленческий и так далее в вопросе предпринимательства то есть может быть существует такая градация или здесь просто вопрос терминологии что это не предприниматель а другой человек который занимается экономической деятельностью даже в условиях капитализма но делает это допустим на там какое-то благо то есть совсем понял то есть вы имеете ввиду что человек которого наняли он имеет зарплату там 2-3 миллиона является директором предприятия вот с этой зарплаты он хорошо себе живет и но это и так называемые вот если говорить синие воротнички это простой пролетариат белый это привилегированные их еще называли да вот эти управленцы но фактически суть-то их одна вопрос немножко в другом что человек который может получать условно 2 миллиона за директорскую должность во-первых он обладает кругом знаний и обладает информацией таких крайне мало за это ему такие деньги платят соответственно но опять же ему цена на рынке такая то есть он является товаром его способности его знания являются товаром а он их просто биологическим носителем вот а предприниматель повторюсь это собственник вот здесь вопрос собственности вы сами пришли к вопросу собственности потому что если я буду там крутейшим директором предприятия ну уволь меня и потом меня нигде не возьми вон вспомните судьбу Витте ну вот он был там представителем правительства министром финансов и так далее но уволили да он в нищете жизнь не кончил конечно у него хватало там талантов на многое но он же остался фактически без работы до смерти до 15-го года то есть если уж так приводить пример да из общеизвестных я говорю именно Константин про именно предпринимателей да не про директоров то есть как мы говорим пролетариат может быть осознанный может быть неосознанный то есть пролетариат сейчас тоже самое ну очень это все хорошо наглядно видно да что он имеет мелкобуржазную психологию да прям непосредственно пролетариат который стоит у станка да то есть они все хотят кого-то то есть ну обмануть да а с другой стороны то есть в предпринимательстве именно в собственниках у них ну вот я допустим встречаю ну вот в кругу то есть есть люди которые это делают не для того чтобы ну по сути они угнетают я с этим полностью согласен да но по форме они не стараются угнетать да а это просто их экономический ответ на некие сложившиеся ситуацию то есть условно говоря если он обладает квалификацией знаний для того чтобы организовать производство зачем ему идти и наниматься то есть искать того кто ему скажет это сделать да то есть он может сам это сделать и вот здесь вот эта негативная коннотация что это всегда негатив да то есть почему здесь нет промежуточного то есть человек не который я понял вас я понял кажется что вы имеете ввиду ну тогда да это понимаете тогда это такой момент большевики и вообще я конечно сейчас не готов привести пример но они организовали тоже фирмы и так далее вопрос то в другом что ну тот же Сытин да вот например да знаменитый издатель он тоже вроде эксплуататор но помогал печатать листовки против самого себя в 1905 году с чего началась российская политическая стачка значит вот тоже это вопрос к этому а потом еще после революции работал в советских органах понимаете так это как и передовые дворяне это и люди называются передовыми поэтому что они понимают что объективно они вынуждены существовать вот в этой парадигме вещей но как только она меняется они вполне себе воспринимают и новую как тот же Сытин и многие другие а были Морозовы которые вроде бы большевикам помогали а при этом жесточайшие эксплуататоры были и страны мигрировали тот же Морозов фактически купил себе ну чтобы его спокойно отпустили никто его террором не занимался ну собственно так оно и было это уже знаете элемент таких человеческих отношений сюда вкрапливается но я сейчас говорю больше про объективность поэтому если предприниматель который проявил себя и вынужден существовать потому что другой формы хозяйствования здесь нет ну это да но вот если ну что называется лакмусовой бумажкой для него было бы социализм вот он выступил бы за социализм как Сытин или же перешел на сторону белых да вот тогда говорить надо так по-другому я на этот вопрос наверное и не отвечу если Иван есть что добавить то да конечно но я наверное уже все получается что нельзя говорить о предпринимательстве просто в негативном контексте потому что ну нет конечно правильно вы говорите про Сытиной те же самые артели были да то есть и вот допустим с чем мы столкнулись то что вот если мы берем среднестатистического ну то есть человек который придерживается коммунистических взглядов да то есть который себя считает коммунистом ну возможно он не является но когда ты его вставишь в позицию управленческую да то есть когда у него появляется ответственность какие-то ресурсы и так далее то есть он полностью себя дискредитирует да потому что его мышление оно именно подчиненное то есть он ждет когда ему кто-то что-то скажет куда-то там его проконтролирует против которого он будет бороться но здесь же как раз и противоречия что как тогда коммунисты построили Советский Союз если бы все были которые вот сидят и ждут чего-то да и жалуются друг на друга а никто бы не мог построить там вот этих предприятий там промышленности там и так далее то есть по сути когда мы говорим что это все плохо здесь ну я говорю здесь возможно в терминологии какая-то вещь но мне кажется здесь какая-то ну неопределенность потому что сейчас вот даже вот в контексте вашей лекции да то есть прослеживается негативная коннотация хотя по сути диалектическая без этих людей которые смогли бы что-то сделать ничего и невозможно диалектически тогда я же тоже говорил другую противоположность что приводя Рыжкова что советская власть воспитала кучу организаторов ученых которые были учеными-организаторами пожалуйста наши ракетчики Королев Капица и другие люди которые были и директорами институтов научных и при этом учеными с именем поэтому вы знаете нет противоречия в том что предприниматель не может стать хорошим организатором а вот те люди которыми боролся Сталин например бывшие прекрасные командиры Красной Армии там большевики которые переродились и стали и Ленин еще об этом говорил что в связи с объективными условиями люди могут перерождаться то есть здесь мы просто уже по кругу начинаем мне кажется ходить но друг друга мы правильно поняли мне кажется вопрос исчерпан может я ошибаюсь может Иван добавит нет ну все сказано правильно я еще дополню что не следует смешивать управление производством с целью получения продуктов и управление капиталом с целью получения прибыли то есть любой капиталист особенно мелкий и средний он в какой-то степени вынужден заниматься и организаторской работой на производстве и чем он меньше тем такой работы больше и во многих случаях мы можем видеть что личная мотивация как правильно Петер отметил личная мотивация этого капиталиста состоит вроде бы даже не в получении прибыли не в том чтобы всех нагнуть и содрать побольше а в том чтобы какое-то дело сделать большое и важное но при этом объективно законы капитализма таковы что управление капиталом и законы обращения капитала определяют принципы управления производством если производство не получает капиталистической прибыли если оно нерентабельно работает себе в убыток тогда оно работать не будет предприниматель разорится каким бы он хорошим не был и поэтому он вынужден под давлением рыночной конвенктуры под давлением налоговых инспекций под давлением вообще всех внешних и внутренних обстоятельств он вынужден выстраивать у себя на предприятии такую систему которая позволит ему получать прибыль где-то выжимать из рабочих больше возможно ему придется снижать цену демпинговать или еще что-то опять же он будет вынужден перекладывать эти издержки на рабочих и так далее и так далее то есть здесь человек и его личная мотивация может вступать и действительно вступает в противоречие с объективными условиями и законами капитализма ну понятно что сам феномен предпринимательства он не исчерпывается только тем чтобы побольше собрать хотя скажем у нас в стране мы очень много видели таких примеров еще в 90-е годы в том числе он включает в себя да и организаторские функции и такие люди благодаря их организаторским навыкам были и их инициативности действительно могли бы быть полезны в специалистическом строительстве однако их нужно жестко контролировать во-первых чтобы они не скатывались к прежним принципам работы не пытались снова на себя перетянуть все одеяло и не пытались снова себе в карман класть прибыль а во-вторых возможно что когда исчезнет вторая составляющая их мотивации это их это получение прибыли их личный доход у них и инициативность упадет и организаторские навыки сразу куда-то улетучатся то есть мы не можем предполагать что они будут так же радостно и охотно трудиться на благо общества как они трудятся на свой кошелек поэтому здесь конечно нужно подходить диалектически не нужно огоньно всех отбрасывать но в то же время бросаться в объятия тоже не следует то есть нужен жесткий контроль и прежде всего контроль со стороны непосредственных тружеников тех кто своим трудом выполняет то что такой замечательный предприниматель там креативил спроектировал и стартап сделал у него то есть идеи но кто эти идеи воплощать будет и этих людей которые будут их воплощать очень нужно не только спрашивать но и давать им решение в счет того делать ли это или нет как делать и так далее Константин Иван я понял спасибо большое за ответ да прояснилось вот как раз Иван точно подметил что разница между капиталист то есть капиталист тот кто работает на капиталы и предприниматель то есть по сути это не так вот вы опять Иван смешали сейчас предприниматель с негативной коннотацией а по сути вы наверное мне кажется вы очень точно подметили что предприниматель тот который предпринимает что-то на развитие да и понятно что он должен работать под контролем все и так далее да а капиталист это тот который работает на развитие своего капитала да все понял вопросов больше не имею спасибо спасибо тогда следующий вопрос из чата и наверное последний будем уже закругляться вопрос такой имперцы всех видов в большинстве вредны для левого движения немного странный вопрос ну просто имперцы в Скайриме или что есть имперцы вот имперцы от слова империя то есть красная империя белая империя и так далее ну не знаю мне да вопрос очень такой сложный с точки зрения терминологии опять же вот понимаете вот что в чем прелесть диалектики она никого не красит полностью в белый и в черный хотя при этом по поступкам по делам вот мы с вами видели да опять же вот то что я говорил были прекрасные там люди в период гражданского начального строительства да но потом переродились и стали портократами и так далее и так далее дети тоже условно говоря выродились и превратились то во что превратились то есть объективные условия меняют человека то есть и в том числе уровни культуры вот кстати то о чем мы всегда с вами забываем даже вот в вопросе про предпринимателей опять же сытин что такое сытин это уровень культуры человек который прекрасно понимал что да он живет вот в объективных условиях вынужден так вести дела но объективные условия изменились и он стал работать на благо общества банально простым чиновникам тем же управленцем кстати работал если мне память не изменяет и в том числе по своему профилю то есть там с издательствами с книгами связан был вот поэтому вот я бы так ответил о поводу имперцев но империя не строится обычно для того чтобы кого-то приезжать и за их счет жить если брать империю в чистом виде так что я бы вот так ответил что вредны наверное все же вредны хорошо последний вопрос вот совсем последний вопрос из чата если закон формирует текущую реальность можно ли считать что Маркс с помощью материалистической диалектики описал прошлое и настоящее и задал тенденцию на возможное будущее будущее имеет идеалистическую основу и формируется с помощью идеалистической составляющей как идея о светлом будущем идея которая преобладает в массе и нам как марксистам необходимо продвигать идеи Маркса Ленина Чернышевского которые основываются на материалистической логике которые более реальны и осуществимы в реальности но не поддерживаемые массами из-за малой образованности сложный вопрос такой многослойный я бы так сказал я вот здесь попробую правда кратко ответить дело в том что во-первых кроме теории которая как бы светлое будущее это некая идея но идея основанная на материалистическом понимании отсюда она может быть реализована в стратегическом смысле в тактическом смысле то что попытались сделать в Советском Союзе и почему не получилось один из основных лично для меня уроков Советского Союза это уровень культуры населения и то что кстати и Маркс и Энгельс и Ленин вставили науку и что она именно то что должно вытащить общество из темноты капитализма почему капитализм делает людей безграмотными не в смысле еще раз говорю читать писать считать а безграмотные в плане общественном даже советская власть я все время об этом подчеркиваю в разгар гражданской войны в конце восемнадцатого года когда само существование государства было на волоске посмотрите годы открытия физических институтов радиоинститутов не радио а радиевого института ЦАГИ и многих других они все открыты в восемнадцатом году то есть речь идет о науке о заботе советского государства о науке а так как наука консервативная вещь она достаточно длительное время развивается чтобы дать эффект они с самого начала закладывали дальше когда закончилась гражданская война да еще даже она не шла понятие ликбеза рабфаки это то что было преодолением знаменитого циркуляра кухаркиных детях который нанес колоссальный вред стране его народу и образованию то есть сочетание науки культуры и практического экономического строительства общества вот что есть коммунизм ну и соответственно социализм поэтому без того чтобы большинство людей я понимаю что сейчас прозвучит утопически обладали максимально широким спектром знаний будучи узкоспециализированными людьми но правильно широким спектром прежде всего в общественных науках потому что непонимание и слабое знание именно законов общественного развития подвело советское общество и скатило большинство людей к мещанству а потом ну уже к протрезвлению но позднему а сегодня с учетом смены поколений необходимо заново чтобы люди фактически ну в какой-то степени это и хорошо на новой основе проходили это и вкладывали новую теорию в это все вот я бы так ответил спасибо большое спасибо